Красота, грация и сила в Ядринском районе прошли всероссийские конные бега Кубок Чувашии 2019. Более 40 лошадей и наездников из разных регионов страны боролись за долгожданный кубок. Праздник собрал 12 тысяч любителей спорта и лошадей. Эту лошадь зовут Победитель. Она уже принимала участие во многих соревнованиях и регионах нашей страны. И имеет уже заслуженные награды. Сегодня она выступает за Батыревский район. Усидеть на этом русском рысаке верхом было сложно. Он готов был ринуться в бой, поэтому и настроение соответствующее. Алексей Краснов купил ее в одном из российских регионов. Сейчас Кокуну 7 лет. Бегами занимается вся семья наездника. Все заложил он, отец. Очень много выступал в нашем регионе. В Нижнем Новгороде, Казани, Ульяновске, Катарстане мы выступаем все время. Мы всегда держали свою лошадь. Нагрузка в зимнее время, когда подготовка идет до 20 километров. А сейчас в данный время соревновательный период. Легкие тренировки и размашки. Еще одна наездница Диля Галимзянова из Татарии. Конными бегами занимается с 12 лет. В прошлом году здесь же выиграла золотой кубок. Успех хочет повторить. Подготовка к финалу была очень серьезная. На отборочном этапе наездники из Чувашии соревновались с коллегами из Финляндии. Кони-конкурсанты все сплошь именитые и с наградами. Впереди у нас пока что Алексей Краснов. Алексей Краснов, вы победитель. В отличие от прошлых лет, мы делали в этом году отборочные этапы. Был ледяной кубок на заливе Чебоксара в центре города. Потом было открытие Батырево. Потом ряд Акатуев. Это Шимурша, Канаш, Яльчики. А лошади, которые сегодня участвуют в бегах, рождены во Франции, в Америке, в Финляндии, в Швеции, в России, конечно, в Чувашии. Самые яркие болельщики – жители окрестных сел и деревень. Они считают себя уже знатоками этого вида спорта. Ведь конные бега – давняя традиция этих мест. Мы вообще болеем за наш завод Чапаевский имени Чапаева, завод, конный завод. Мы ядринцы, и мы болели и болеем за ядринцев, за нас. Прекрасное настроение, очень все красиво организовано, и вообще нам очень все понравилось здесь. Это обязательно нужно для людей, для выхода, для выезда, чтобы, знаете, народ встречался, общался, видел и знал, что у нас в республике проходят такие прекрасные мероприятия. Борьба между наездниками из Татарстана, Ульяновска, Чувашии, Нижнего Новгорода и Москвы была жаркой. Практически на финише нежная и хрупкая Марина Никольская обошла именитых соперников и получила кубок Чувашии. Ее лошадь по кличке Кастинг – орловской породы. Малый кубок Чувашии завоевал финил Зимдиханов и его лошадь Помпей. Обладателем среднего кубка Чувашии стал Александр Максимов. Конный спорт – это традиционный исторический вид спорта, где объединяется и природа, и человек, поэтому я с удовольствием ее посещаю. На этом праздник конного спорта в этом году не заканчивается. У организаторов появилась идея провести в октябре соревнования между победителями Татарстана, Башкирии и Чувашии на кубок Чубатары. Чувашии – башкиры, татары. Ольга Алексеева, Бахтиар Велиев, Республика.